ЛЮМЬЕР Ну или Ледовое побоище. Но никак не цыганский табор и не воинство Степана Разина. А ведь Эйзенштейн снял броненосец Потемкин только в 1925 году. К этому моменту история российского кинематографа насчитывала уже 29 лет, если считать от первой хроники, и 17 лет, если считать от первого игрового фильма. Тогда каким же было первое отечественное кино? Россия довольно быстро познакомилась с изобретением братьев Люмьер. Первые кинопоказы прошли в мае 1896, всего через полгода после парижской премьеры. А уже в июне была написана, кажется, первая, но сразу в двух версиях для двух изданий, кинорецензия на русском. «Вчера я был в царстве теней. Как страшно там быть, если бы вы знали. Там звуков нет и нет цветов. Там все – земля, деревья, люди, вода и воздух – окрашены в серый однотонный цвет. На сером небе серые лучи солнца. На серых лицах серые глаза. И листья деревьев и то серы, как пепел. Это не жизнь, а тень жизни. И это не движение, а беззвучная тень движения». Так дебютировал в кинокритике Максим Горький. История же самого отечественного кино, как и мирового, началась с документирования реальности, то есть с кинохроники. Эти кадры сняты 26 мая все того же 1896-го. Оператор Камил Серв, а может и не он, прибыл в Россию по заданию французской кинофабрики «Патэ», чтобы запечатлеть коронацию императора Николая II. И следующие 12 лет растущим рынком владели филиалы зарубежных киноконтор. Они, впрочем, не только импортировали кино, но и время от времени снимали местный материал. Донские казаки той же фирмы «Патэ», например, стали хитом. Во-первых, на экране зрелищные трюки, даже сегодня интересно смотреть. Во-вторых, сцены из жизни Отечества. Возможно, именно успех фильмов, снятых в России и про Россию, подтолкнул таких людей, как Александр Дранков, к созданию собственных кинофирм. На манер будущих папарацци Дранков охотился с камерой за знаменитостями. Например, все за тем же кинокритиком Максимом Горьким. Причем на капре, но, говорят, тот закрывал лицо шляпой. Зато успех ждал Дранкова в охоте за еще более крупной для русской и мировой литературой фигурой – за Львом Толстым. Рассказывает, что сначала в сговоре с Софьей Андреевной Дранков снял прогулку Толстого тайно, а затем показал материал писателю и получил его согласие на открытую съемку. И именно фирма Александра Дранкова выпустила в 1908 году в прокат первый отечественный игровой фильм «Понизовую вольницу». Эпиграф «Говорящий». Восемь минут экранного времени – иллюстрация народной песни на слова Дмитрия Садовникова «Из-за острова на стрежень». Сюжет и название – из театральной постановки Василия Гончарова. Тот сначала безуспешно судился с Дранковым, а затем снимал кино для его конкурента, но об этом позже. Что же увидели зрители? Снято на первый взгляд очень просто. Сначала грубовато склеенные кадры с лодками на воде. Но есть уже и смена планов, и осторожное панорамирование, и смена крупности плана – с общего гульба на челне на средний, со стенькой и княжной. Фон сменяется через интертитр. План общий, статичный. Танцы, нарядная массовка изображают веселье. Важные для фильма события сообщаются в интертитрах, иначе сложно опознать заговор в продолжении праздника. Что в такой ситуации делать, если содержание в обычный интертитр не уложить? Можно сначала вывести на экран довольно подробное письмо с изложением проблемы. Вкратце «Нас на княжну Басурманскую променял». А затем также показать и поддельное письмо княжны к якобы любовнику. Между интертитрами все то же самое. Ну и ревность, конечно. Чем еще примечателен первый российский игровой фильм? Натурной съемкой. В этом помог опыт Хроник. К тому же павильонов, в декорации которых позже переехали многие игровые фильмы, еще не было. Плюс в самом финале обнаруживается почти незаметный глазу спецэффект, когда дело доходит до «Изоборт ее бросает». Стенька поднимает княжну над головой, монтажная склейка «Джампкат» и в набежавшую волну летит уже не актриса, а дублер кукла. Для первого игрового фильма не так уж плохо. В том же 1908-м другой игровой фильм выпускает Александр Ханжонков, еще один первопроходец отечественного кинопроизводства. От шестиминутной драмы в таборе подмосковных цыган сохранились всего две минуты, и описание, из которого можно восстановить короткий, возможно, отсылающий к поэме Пушкина цыган и сюжет с любовью, коварством, эта часть утрачена, и губительной ревностью. Выглядят уцелевшие сцены очень просто. Как и у Дранковой, снят они на натуре, есть осторожное панорамирование. Оно, правда, как и в «Понизовой вольнице», было вынужденным и воспринималось в первые годы не как изобразительный прием, а как погрешность или даже брак съемки. Однако в этой драме есть и кое-что более важное с точки зрения киноязыка – параллельный монтаж. Часто говорят, что первые фильмы монтировались примитивно, как последовательность статичных сценок. Но смотрим финальную сцену и видим – Олеку убивает возлюбленную и бросается прочь. К месту убийства слетаются цыгане. Когда же они отправляются в погоню, через склейку нам показывают, как Олеку добегает до утеса и прыгает. Склейка – цыгане покидают место убийства. Еще одна склейка – финальный кадр с бездыханным антигероем. И, кстати, как сообщают вступительные титры, в фильме играли настоящие цыгане из подмосковного табора. Когда такой подход к выбору людей в кадре станут все чаще использовать лет через сто, он будет восприниматься как художественное решение и попытка размыть границу между игровым и документальным кино. Чем выбор непрофессиональных актеров был в начале 20 века? Во-первых, необходимостью. Театральные актеры поначалу не воспринимали кино всерьез. Во-вторых, это логичный переход от хроники, то есть документальной съемки отдельных важных событий и людей к экранизации отдельных сюжетов из жизни или произведений массовой культуры. Выбор этих сюжетов тоже интересен. В первые же годы кинопроизводства в России появляется жанр экранизации. Ну, не совсем экранизации в современном понимании, конечно. Например, Тарас Бульба, Дранкова – это около 12 минут на повесть Гоголя. За ограничение в 15 минут или 300 метров пленки в первые годы выйти было сложно. Особо не разгуляешься, но ничего сложнее набора сценок поначалу и не требовалось. Не могли обойтись без Пушкина – это опять торговый дом Ханжонкова. И без Лермонтова. В ход шла любая известная литература, а жанр или объем произведения были неважны. Роман, пьеса, повесть, поэма – все одно, лишь бы содержание уже было знакомо зрителю. Потому что ранние фильмы не столько рассказывали истории, сколько оживляли книжные иллюстрации. В буквальном смысле первоисточником для сцен становились книжная графика и театральные постановки. При этом уже в «Пиковой даме» Петра Щардынина, еще один режиссер из «Ателье Ханжонкова», иллюстрации несколько раз оживлены кинематографическими спецэффектами. В момент отчаяния за распахнувшимся окном Герману видится призрак графини. Это уже за гранью нервного срыва. Герой кидается к двери. Чем не типичный для хорроров джамп-скейер? Ну и еще один прием, чтобы показать секрет графини. Появления из воздуха и внезапные исчезновения вообще хорошо работали, удивляя первых зрителей. А первые российские режиссеры, конечно, видели эти приемы в фильмах Джорджа Мельеса, Джорджа Альберта Смита, Джеймса Уильямсона и других изобретателей киноязыка. И еще о сюжетах. На экран переносились не только театральные инсценировки классики, но и своего рода этнография. Например, тот самый Василий Гончаров, что судился с Дранковым, снял для Ханжонкова русскую свадьбу 16-го столетия. По собственной постановке в Веденском народном доме. Народные дома были прообразом домов культуры, а их актеры охотнее шли сниматься в кино, чем театральные. Те дольше считали кинематограф слишком балаганным. Как определить жанр 15 минут, в течение которых наряженные под старину артисты изображают этапы свадьбы от сватовства через застолик первой брачной ночи? Собирательным термином для подобных зарисовок стал кинолубок. По аналогии с лубком, популярными сюжетами в картинках с подписями. Но это если сильно упрощать. Ультимативной же версией кинолубка стал снятый Дранковым в 1913-м патриотический блокбастер этого жанра «Трехсотлетие царствующего дома Романовых. Исторические картины». В конце фильма немного хроники. Причем перед кадрами празднования трехсотлетия вклеены фрагменты из коронации 1896 года. Но основная часть – это продолжительный набор сцен, в которых реконструируются отдельные исторические эпизоды с лубочными интертитрами. Царь Алексей Михайлович и его воспитатель Боярин Морозов. Петр Первый по принятии титула императора выходит из Троицкого собора. Обучение русских солдат по прусскому образцу при императоре Павле Первом. Царь-освободитель Слово «кинул убок» может звучать обидно и часто звучало как указание на наивность, примитивность и вульгарность кино, снятого для широких народных масс. Но вообще-то это высокомерие. Особенно, если речь идет о том, как воспроизводились на экране ключевые эпизоды из жизни великого поэта. Действительно, в той форме, которая была востребована у массового зрителя. Ненамного больше одобрения вызывали у критиков и киноиллюстрации. Такой формат экранизации классики часто ругали как недостойное обращение с культурным наследием. Что уж говорить о фильмах, которые снимали не от Илье Ханжонкова с Дранковым, а, например, колбасный купец Григорий Липкин, который запустил собственное кинопроизводство в Ярославле. Первый фильм Липкина воспроизводил громкое дело. Дочь купца Башкирова тайно встречалась с любимым. Однажды она спрятала его от отца под периной, и вот что из этого вышло. Избавиться от трупа помогает дворник. Дальше по духу примерно груз 200 Балабанова. Чернуха, сказали бы многие критики, сейчас. Ну и тогда примерно так же оценивают. Но посмотрите, как сделан финал. Купеческая дочь находчиво опаивает дворника и его собутыльников, чтобы поджечь трактир. Когда же она кидается прочь, через ускоряющий темп склейки даны на бат, вживую, судя по всему, снятое тушение горящей избы пожарным расчетом и финальная реакция героини. В столицах зачастую монтировали примитивнее. Громкие судебные процессы при этом становились поводом для съемок не только эксплуатационного кино. Например, кинохронику «К делу Бейлиса» российский филиал фирмы Патэ снимал прямо во время процесса над Менахимом Бейлисом, ложно обвиненным в убийстве. Все эти сюжеты будут востребованы и дальше. И короткие фильмы-песни, и фильмы-балеты, и иллюстрации, и краткие пересказы классиков, Чехова, Крылова, и снова Пушкина. Но на этот раз очень удачно. Во-первых, «Домик в Коломне» Чердынина – это комедия. Во-вторых, ее успех связан не только с водевильной фривольностью сюжета. Героине выдают ухажера-гусара за кухарку, чтобы обмануть строгую мать. Дело в том, что зритель видит вместо драматичных заламываний рук и взглядов. Посмотрите, как еще усатая кухарка по привычке реагирует на приветствие. Как меняет привычную позу. И, конечно, на сцену с письмом, образцовую для комедии положений. Преображение из кухарки в гусара. Обращение с письмом не хуже, чем у мистера Бина. Выдающаяся мимика. Выверенные жесты. И кульминация. Обратное превращение гусара в кухарку. Неудивительно, что актер Иван Мазжухин стал главной кинозвездой своего времени. Повезло и Гоголю. Посмотрите, как в экранизации «Ночи перед Рождеством» режиссер Владислав Старевич экспериментировал со спецэффектами. Снимая полет в акулы на черте, и это тоже Иван Мазжухин. Или уменьшая последнего до крошечного чертика. И, конечно, постоянное обращение к фигуре Льва Толстого. Он для российской культуры и жизни был больше, чем писателем. В 1912-м режиссер Яков Протазанов снял «Уход великого старца». Сейчас сказали бы «Байопик» с попытками самоубийств Льва Николаевича и Софьи Андреевны и финалом, в котором отлученного от церкви Толстого принимает на небесах Иисус. Фильм возмутил и критиков, и родственников писателя. Им удалось добиться запрета на его прокат. А в 1914-м еще один новый режиссер Владимир Гардин, он до этого успел поработать в театре с Мерхольдом, поставил для кинофабрики русского немца Пауля Тиммана фильм «По крейцеровой сонате». Но это уже мы забежали вперед, а стоит вернуться к тому, как в 1911-м году случилось кое-что важное. Александр Ханжонков вместе с режиссером Василием Гончаровым сняли первую, как сказали бы в наши дни, полнометражную картину – «Оборона Севастополя». Это час и 40 минут экранного времени. Необычайно для своего времени длинные, со сложными батальными сценами, снятыми на местах реальных сражений. Для того, чтобы осуществить этот колоссальный проект, понадобилось одобрение императора Николая II и огромный для своего времени бюджет в 40 тысяч рублей. Хочется обратить внимание сразу на несколько вещей. Во-первых, масштаб. Сотни человек в массовке, обмундирование, масса пиротехники. Сцены настолько насыщены действием, что их можно поделить на несколько сюжетных слоев. Первый план, второй, а иногда и третий. Во-вторых, операторы используют движение камеры уже смелее, чем в самых первых фильмах. Панорамируют горизонтально и вертикально. Но не вынуждено, а чтобы передать масштаб действия. В-третьих, в ход пошли монтажные ловкости. Чего стоит только вот эта склейка – дым от стрельбы в конце одного кадра и начале другого маскируют переход между сценами. Или вот, например, как монтируется история героического матроса Петра Кошки. Две склейки разделяют три разных по композиции плана. Товарищи отправляют Петра на опасную миссию. Герой по-пластунски преодолевает склон разделяющей армии. И, наконец, добирается до погибшего сапера. Вкопанное по пояс в землю у самой траншеи врага тело предстоит унести под пулями к своим. Драматизм сцены на уровне спасти рядового Райана. Монтажное решение весьма прогрессивное для своего времени. В-четвертых, это кино со звездами. Вот они, среди живых портретов, которыми представлены участники Военно-морского совета. В роли адмирала Корнилова тот самый Иван Мажухин за два года до домика в Коломне и ночи перед Рождеством. В роли адмирала Нахимова Андрей Громов. Оба – выходцы из театральной труппы Веденского народного дома. В-пятых, игровые кадры осознанно монтируются с подсмотренными у жизни. Эти танцы – не постановка. Так массовка отдыхала в перерыве между сценами. Гончаров заснял и вставил в картину. Еще выразительнее решена концовка фильма. В серии документальных кадров на экране возникают ветераны Крымской войны. Французы. Англичане. И, конечно, русские. Солдаты, офицеры и медсестры. Таким эпилогом Гончаров и Ханжонков будто бы говорят зрителю, что война одинаково жестока по отношению ко всем воюющим сторонам. Что она не смотрит на национальность или военный чин. Прием и к концу 20 века не устареет. В Кремле пожар. Сквозь пожар. Не замай, дай подойти. На этапе – дурные вести из Франции. Или вот полотно Алексея Кевшенко «Совет в филях». Монтажные приемы, правда, не очень новые. Наполеон смотрит в подзорную трубу, а с помощью круглой рамки зрителю показывают, что же он в нее видит. Сравните с фильмом Джорджа Альберта Смита «Что видно в телескоп». Зато есть какая-то пугающая закономерность в том, что кино о военных подвигах прошлого предвосхитило скорую новую войну, которая началась в 1914. Уже подготовленные тематические кинематографисты не остались в стороне. Часть военных фильмов интересна скорее как пример пропаганды и агитации с упором на высмеивание противника. Как долой немецкая ига, где авиация врага — это мыльные пузыри. Но в некоторых умело и умно использованы чисто кинематографические приемы. Например, в патриотической драме «Слава нам! Смерть врагам!» использована двойная экспозиция. На один и тот же фрагмент пленки снимают две разные сцены и получают на экране совмещенные изображения. Тоже не самое новое изобретение, но так отечественное кино осваивало сцены видений. И снов. При этом развитие сюжета все еще поддерживается интертитрами. Но в целом это уже нечто большее, чем кинолубок или киноиллюстрации. Однако настоящей заменой кинолубку как основной продукцией, на которую шел зритель, стали не агитационные фильмы, не патриотические драмы и не эпические полотна. А мелодрамы часто добавляют салонные, но можно сказать и социальные, если это кино про поруганную честь и ханжество высшего света. Или про простую девушку, соблазненную скользким аристократом. А можно и без социальных проблем, про превратности любви, но всегда с максимально цепким и звонким названием, которому добавлялось несколько известных актеров. Так рекламная афиша становилась еще более привлекательной, и уже под этот материал часто сочинялось кино. Альтернатива же мелодраме – фильм «Фарс». Обманутые мужья и монтажные шутки. Уже не новые. Что на фоне войны, перебоев с поставками импортных лент и дефицитом пленки для съемки собственных происходит с российским кино? Оно растет художественно и технически. Больше внимания стало уделяться пространству в кадре. Режиссеры и операторы монтажно грамотнее используют разную крупность. Переход между общим и средним планами по движению – акцент на эмоции. Стал важен рисунок кадра, его композиция, сочетание белого и черного. Это связано и с тем, что в кино приходят лучше подготовленные люди, такие как режиссер Евгений Бауэр, бывший до этого театральным художником, а затем кинодекоратором. Посмотрите, как камера следует за движением героев в его фильме «Умирающий лебедь» со звездой балета и экрана Верой Коралли в главной роли. И когда они доходят до среднего плана, совершает отъезд. Появилась еще недавно недоступная театральному кино глубина кадра. Ради сцены свадьбы в фильме «Жизнь за жизнь» Бауэр заставил Ханжонкова расширить съемочный павильон, создав в кадре глубокое и многослойное пространство, заполненное белой тканью и танцующими парами. А Протазанов пошел еще дальше в отце Сергии, снова Лев Толстой. Сцена балла начинается с разговора на среднем поясном плане, потом панорамирование и монтажная склейка открывают скрытый за колонной огромный зал, заполненный людьми. Далее следует смена планов. Сначала император со свитой входит в зал, один в один с кадрами кинохроники. Затем монарх подходит к героине фильма и уделяет ей внимание больше, чем кому-либо на балу. Панорамирование на уровне верхушек колонн, светская жизнь кипит даже на балконе. Общий план сверху кружится в танце пары. И все это не просто красоты ради. Монтажные переходы пересказывают историю, задают контекст, подводят к драматичному отказу, который получает князь Касацкий. Бал продолжается, но князь на нем уже чужой. Как может быть иначе, когда соперником окажется сам император? Эта экранизация выйдет в прокат уже после Октябрьской революции, но снимал ее протозанов между февралем и октябрем. И еще один прием предреволюционного кино – верирование. Это когда части картины, происходящие в разных местах или содержащие разные сюжетные линии, раскрашивались разным цветом – красным, желтым, розовым, синим. И если в 812-м живопись помогала операторам и режиссерам живописнее выстроить кадр, то один из главных изобретателей в российском кино Владислав Старевич проделал нечто более интересное. Посмотрите, как в его фильме «Портрет» оживает, собственно, портрет. Сцена не хуже, чем в «Звонке». Впрочем, Старевич экспериментировал и до войны. Мы уже обращали внимание на трюки в ночи перед Рождеством. А самое заметное его достижение состоит в том, что он изобрел покадровую анимацию. В качестве артистов он использовал засушенных насекомых. Современники не сразу поняли, в чем заключался фокус и какое-то время считали, что Старевич научился дрессировать жуков. Открытия совершались не только в технической области, но и в актерской игре. Появились первые киноактеры, те, кто относился к кинопрофессии серьезно и считал, что необходимо особенно готовиться к исполнению киноролей. Делать не так, как в театре, а иначе. Главные звезды Иван Мазжухин и Вера Холодная. Актерская игра становится более пластичной и менее эксцентричной. И мы уже говорили о комедийном таланте Мазжухина. А вершина его драматического мастерства – заглавная роль в фильме «Отец Сергий». Помните влюбленного офицера с разбитым сердцем на балу? И вот кем он становится. Экранные трансформации Мазжухина были удивительны и не сводились к гриму. Другой его успех – пиковая дама. Не путать с экранизацией 1910 года, где был джампскейр. Мазжухин сыграл одержимого мистикой игры Германа. Заметный прогресс по сравнению с более ранней экранизацией Чердынина. Эти два фильма, кстати, результат сотрудничества Протазанова с еще одной важной дореволюционной кинофирмой – ателье Иосифа Ермольева. Но если Мазжухину доставались разнообразные ленты, то Вера Холодная была звездой именно салонных мелодрам, таких как «Жизнь за жизнь». Ее героиня – печальная красавица с непростой судьбой, а значит, на экране выразительные страдания. За недолгие 10 лет кинопроизводство в России проделало путь от лупка до респектабельного искусства, богатого на таланты и технические тонкости. И страна, увязшая в войне, все активнее шла в кинозалы. А затем наступил октябрь 1917-го. Ханжонка, в который летом 1917-го выезжал в Ялту на съемки натуры, не вернулся назад в Москву, а перенес основную часть своего кинопроизводства в Крым. Вслед за ним в Крым переехала студия Ермольева. Там им удалось проработать вплоть до 1920-го года, то есть до разгрома Врангеля, после чего крымское киноотступление покидает границы бывшей Российской империи. В эмиграции судьба во всех сложилась по-разному. Кино еще было немым, поэтому талант Ивана Мажухина одинаково проявлялся как в фильмах Якова Протазанова, так и в картинах Жанна Эпштейна. Сам Протазанов снял несколько фильмов для новой советской власти. Эмигрировал во Францию, но на волне НЭПа вернулся в Советский Союз, как и купец Михаил Трофимов, чья кинофирма стала базой для студии «Межрабпом. Русь». Так в 1924 году появился главный хит Протазанова, который остался и продолжил снимать до 40-х. Оказался востребованным анимационный талант Владислава Старевича. Тот активно работал во Франции. Менее удачно сложилась судьба Чердынина. После революции он снимал в Литве, затем в Советской Украине, но в 30-е его как дореволюционного режиссера отстранили от кино, а почти все его послереволюционные фильмы утеряны. Еще меньше повезло Евгению Бауэру. Он умер от пневмонии в июне 1917-го в Ялте, работая над фильмом «За счастье». Вера Холодная скоропостижно скончалась от гриппа испанки в Одессе в 1919-м. Двухминутный фильм о ее смерти и похоронах, смонтированный из кинокадров и хроники, стал большим событием проката. Звезда «Обороны Севастополя» и «Портрета» актер и режиссер Андрей Громов умер от туберкулеза в Латвии в 1922-м. А американское кинопредприятие, склонного к авантюрам Александра Дранкова, прогорело. Советская же власть национализировала созданные до революции студии. Однако быстро наладить кинопроизводство в нужных объемах не вышло. Вплоть до начала 20-х в кинотеатрах показывали преимущественно дореволюционное кино. Хотя, например, уже на рубеже 1917-1918 годов ученик Бауэра и в ближайшем будущем один из главных революционеров киноязыка Лев Кулешов снял на предприятии Ханжонкова проект «Инженера Прайта» — приключенческий триллер, в котором напряжение задает монтаж с акцентами на ключевых действиях героев. Как говорится, следите за руками. И здесь тоже следите. В сочетании с параллельным монтажом эта сцена превращается в настоящий шпионский триллер. Невыполнимую миссию своего времени. Здесь Саспенс таков, что уже вполне можно было обойтись и без поясняющих интертитров. Но политические перемены требовали пересмотра подхода к производству кино, других тем, других жанров и адаптации старых. Вместо коронации Николая II, 300-летия, Дома Романовых и прочих царских хроник — первый советский киножурнал «Кинонеделя». Снимая, монтируя его выпуски, учился профессии молодой Дзига Вертов — режиссер, который через 5-10 лет придумает во всех смыслах революционное неигровое кино. Вместо военно-патриотических агит фильмов начала Первой мировой войны — революционные агитки, в которых место немцев занимают классовые враги — буржуи. И агитки социально-политические. О герое, который, пережив еврейский погром, становится сначала заводским активистом, а затем красным комиссаром. Или о семье рабочих, которая вселяется в профессорскую квартиру. Но все улаживается мирно. Сознательный ученый читает лекции в рабочем клубе, а его сын влюбляется в дочку новых соседей. Интересно, видел ли автор «Собачьего сердца» Михаил Булгаков фильм «Уплотнение» по сценарию наркома Луначарского? В переломный момент старые и новые миры на экране сошлись. Послереволюционное кино возникло не на пустом месте. Но это уже материал для другой истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин